Всем привет! Я снова после пробежки, и вчера только опубликовала свой предыдущий домашний влог, получила такой тёплый от вас фидбэк, что мне очень захотелось снять что-то подобное ещё, вот прям живое, пару дней снимать, рассказать то, что давно хотела, постоянно забывала. В общем, снимаю. Меня постоянно спрашивают про эти наушники. Это Marshall Major 2, беспроводные, но также есть к ним провод, можно подключать к компьютеру. Вообще, это мой подарок Жене, но зимой я в них бегаю, потому что очень тепло, не продувает уши, греет, плюс музыка услышана, то есть за ветра в AirPods'ах не всегда можно услышать что-то. Я вообще не знаю, как работают другие вот такие большие наушники, поэтому для меня здесь звук хороший, они очень долго держат без зарядки, то есть не нужно их постоянно заряжать. Мне всё нравится, стоит относительно недорого. Я собралась ехать в офис, записывать подкаст, и, мне кажется, фисташковый цвет просто преследует меня, но на самом деле я его люблю. В рамках подготовки к подкасту на тему одиночества я решила посмотреть, что есть на ютюбе, послушать кого-то другого человека, может, что-то вот, идеи какие-то возникнут. И вот слушаю большой выпуск Стеллы Васильевой. Кстати, если не знаете этот канал, то я, конечно, не могу сказать, что постоянно смотрю, но те выпуски длинные, которые я смотрела, мне очень нравятся. Я знаю, что Стелла вроде как меня смотрит, ну, до сих пор, надеюсь. Вот, если что, привет! Всегда интересно слушать людей с совершенно другим жизненным опытом, особенно если они ещё гораздо старше тебя, как-то больше видели, больше знают. Я, кстати, не совсем согласна, что она говорит у себя в выпуске, но, опять же, это тоже здорово, что можно услышать какую-то другую точку зрения и, в принципе, просто знать, что она существует. Приехала я в офис, через 10 минут мы начинаем снимать новый эпизод подкаста с Аней. Сейчас покажу немножко бэкстейдж, неизменный розовый фон. На горшочке стоит микрофон, заварила себе чай. На компьютере пока что только диктофон, но обычно ещё зум и заметки. Провода, тут вот пакетики для какашек муви зачем-то лежат, чехол на камеру, как всегда, маска, камера. И, конечно же, кольцевое освещение, хотя уже, кстати, в 7 часов не так уж то и темно на улице, но, конечно, до 9 всё равно пока не хватает света. И, конечно же, наушники, которые нужно подсоединить к микрофону. К сожалению, я не могу с аэропоцами пока что никак наладить контакт, чтобы сидеть не в больших, они немножко всё-таки давят на уши. За часа 2 они довольно сильно краснеют. Кстати, я сегодня в кофте, которая, как выразился один из моих подписчиков, является демонстрацией сисек для привлечения мужиков и активных лезби. У меня сегодня такая вялая, как вяленый томат. 10.06. Вот я убираю свои вещи обратно. Фон сегодня даже не буду до конца ставить на место уже, если честно, задолбалась его двигать туда-сюда, к стенке сюда. Не очень удобно. Что сказать? Я голодная, недоспавшая сегодня, не в настроении, не в ресурсе. В целом выпуск был записан нормально, всё хорошо, но в конце я уже просто реально сдавала немножко позицию. И, короче, всё нормально, просто надо ехать спать. Это видео снято при поддержке графического онлайн-редактора Крэлла, где ты можешь делать графику, видео, анимацию быстро, просто и круто, без особых навыков в дизайне. То есть буквально можно не разбираться в программах, цветовых сочетаниях или шрифтах, но сделать, используя шаблоны, которых там 50 тысяч уже, отличное наполнение для сайта или, например, коммерческого аккаунта в Инстаграме. Все шаблоны можно кастомизировать под свои нужды и также изменить под необходимый формат, например, горизонтальный экран ноутбука или вертикальный сториз. Также там можно легко создать авторский дизайн с помощью большой библиотеки контента. Выбираешь любые объекты, анимацию, музыку, видео, фото и миксуешь их по-своему, редактируешь как хочешь. Или даже можно загрузить собственные картинки, фото, видео, музыку, шрифты и использовать их внутри в действующих шаблонах. Сейчас Крэлла стала еще более удобным и ценным приложением для тех, кто как-то связан с маркетингом или развивает собственный проект, например, бизнес или блог или любое другое дело. Теперь, чтобы сделать свой фирменный контент, например, сториз или обложки для видео с определенными цветовыми палитрами, шрифтами, логотипами, можно все загрузить один раз в свой аккаунт и дальше в пару кликов использовать в шаблонах. Так отпадает необходимость искать какой-то определенный шрифт, каждый раз вспоминать его название под определенный случай. А если ты создаешь контент для более чем одного бренда, например, на фрилансе, то там можно создавать и хранить сколько угодно фирменных стилей. Эта функция экономит время и энергию на создание фирменного контента, потому что все находится под рукой, в одном месте, готовое к удобной работе. Я оставлю ссылку под видео на функционал бренд китов. Эта функция там платная, но с моим промокодом KAROLINA03 вы можете получить месяц бесплатной проподписки, протестировать, оценить достоинства этой функции и понять, насколько она облегчает вам жизнь. Сыр камамбер, шампиньоны, пармезан для верха, базилик, вообще лучше прованские травы, медорки черри, оливковое масло и спагетти. И еще такое блюдо. Как всегда, нормальный чеснок высох до того, как он мне пригодился. 20 минут. Я не могу вам передать, как это пахнет, но это очень вкусно пахнет и выглядит тоже. Мялая паста была очень вкусно. Однозначно еще не раз приготовлю. Моя ошибка номер один. То, что шампиньонов можно брать смело в три раза больше, потому что у нас две порции, это было очень мало. И второе, что я не до конца поняла, это как есть пасту, когда помидоры очень горячие, а паста уже остывает. В любом случае, божественно и очень быстро готовится. Еще один листочек откочегарился от фикуса, так что точно нужно быстрее пересаживать. Вот так это выглядит. Не знаю, насколько я правильно это делаю. Я думаю, это все. Очень много земли сняла. Пумс! Так. Эта земля выглядит, конечно, гораздо свежее и приятнее. Надеюсь, он больше не будет сбрасывать свои листочки. Живые листики выглядят отлично. Алекс, держись. Готово. Осталось только убрать вот этот срач. Относительно недавно у нас появился нормальный такой большой блендер, который, кстати, обычно стоит вот тут на холодильнике. Может, вы уже замечали, и я всегда делала смузи всякими блендерами ручными. Это очень неудобно. В чашке. Короче, я их делала редко, поэтому, но вот в таком сосуде очень удобно. Размороженные и замороженные ягоды. Здесь клубника и черника. Стакан молока. И мороженое. Минус этого всего, что всегда получается очень много. Если пьёшь один, то, как бы, приходится три стакана пить. Моя домашняя многоразовая трубочка. И, кстати, самое ужасное, это не помыть вовремя вот эту ёмкость. Когда всё засохнет, так нельзя делать никогда. Выпила целый стакан, и осталось ещё полтора. Так, апдейт. Вот эта штука очень вкусная. Сегодня очень солнечный день, и так приятно бегать. Спустя долгое время. Даже ветерка вообще нет. Тогда кажется, что Моя просто пролежет с кожу. Моя столь. На мне же ничего нет. Учитесь, как нужно любить. По-настоящему. Ой, пожалуйста, прекрати. Всё, хватит. Сырки с фисташки просто неуловимые. Обычно они стоят вот здесь, и только их нет. Есть куча других. Каждый раз, когда я оказываюсь в Green City, я беру этот bubble tea с клубникой на зелёном молоке с вот этими чёрными штучками топиока, и просто это какая-то зависимость. Мне очень нравится. Находится на первом этаже, в самом конце, там, где магазин Zara. И я просто всех своих друзей сюда привожу попробовать этот чай, и всем им нравится. Мы встречаем своего нового друга. Это дракон. На, на. Да. Ух ты. Насколько тебя хватит. Радость этой. Давайте первые моменты с игрушкой. Запомним её такой. Увидимся через полгода. Лисичка, которую мне долго было жалко мою, вот выглядит сейчас вот так. Как будто по ней прошёлся термит. Но она ещё, на самом деле, в очень неплохом состоянии. Единственное, что интересно я принесла из магазина, это снова этот сырок, но с другим вкусом. И я бы никогда его не купила, но мне советовали в комментариях. А я, знаете ли, прислушиваюсь, поэтому дам ему шанс. Я сейчас много пела сама себе, и захотела поделиться с вами историей одной такой очень важной, значимой, которая вот создала во мне какие-то комплексы. Когда я была в пятом классе, был какой-то в школе концерт, где все что-то делали, например, там пели песню, танцевали, ещё что-то, в КВН не участвовали. И вот я пела, точнее, я пела в одной только песне из всех, в которой почти все девочки пели. И, ну, как все, просто из нашего класса было восемь девочек в два ряда. Мы там пели песню про маму, что-то такое на 8 марта. Губки бантиком, бровки домиком, вот эту песню. И в какой-то момент меня убрали из песни, заменив девочкой, которая пела практически в каждой песне. И я так хорошо помню этот момент, когда меня убрали, и я уходила из зала, потому что, ну, репетиция была только по этой песне. И, ну, как бы, конечно, мне никто не сказал, ты ужасно поёшь, но я помню, как нас поставили, там, несколько девочек спеть какой-то куплет, и вот после этого меня убрали. И, ну, как бы, я понимаю, что там никто, наверное, зла мне не желал, но эта история оставила такой осадок, что я плохо пою. И мне кажется, вот с того момента я вообще ни перед кем не могла петь, мне постоянно казалось, что это ужасно делаю, я просто не могла это делать. Это настолько было вот где-то здесь. И даже сейчас, мне кажется, ну, я очень редко могу при ком-то петь. При этом я очень стесняюсь это делать. И в каких-то влогах я вставляла пару моментов, где я пою в машине, и для меня это тоже что-то типа выйти из зоны комфорта. И, несмотря на это, я очень люблю петь. Я обожаю сейчас петь в машине, ну, и, в принципе, там, по жизни подпевать. Обожаю это делать. И, ну, наверное, из-за того, что я, в принципе, там, за последние пять лет стала гораздо более уверена в себе и, там, освободилась от каких-то заморочек в голове, мне кажется, пение при ком-то это вот самая сложная моя заморочка вот здесь. И, блин, даже до сих пор вот бывают ситуации, когда я, ну, действительно просто не могу это сделать. Но, чтобы этого не стесняться, нужно что делать? Нужно это делать. Поэтому вот я и пою иногда в машине и записываю это на видео. И сейчас тоже запишу. Есть одна прикольная песня, называется «Холодный дождь». Мне очень нравится в ней припев и особенно переход от спокойного к такому, вот такому. Я смогу вставить только восемь секунд, иначе меня YouTube заблокирует мнемонтизацию в этом видео. Но даже это, даже тот факт, что я это опубликую, мне кажется, это уже для меня как тоже выход из зоны комфорта, поэтому я хочу это сделать. И, пожалуйста, не пишите мне, что я плохо пою. Я знаю, что у меня нет особо в этом таланта или, как это, умений, потому что я никогда особо не пела. На наших глазах снова замерзла ночь, а мокрые ослаки целуют холодный дождь. Пустые тротуары останутся ждать любовь. На наших глазах снова замерзла ночь. Я представляю город Бранский. Есть, есть свой Бэтмен, но без маски. Пластыка в небе лунала, правду казала к тыл. Тут настолько Муви хочет на улицу и погулять, что лежит уже просто на моей руке. Приехала на Минское море, сегодня меня ждёт трёхчасовая пробежечка. Муви! Приехала я с Муви, но он уже где-то там потерялся около мусорок. Прекрасно! Муви, я побежала! Я побежала, всё! Ай, визиты же, визиты же, неужели? Неужели? Почему-то здесь ещё есть лёд, хотя сегодня, по-моему, 6 или 7 градусов, вообще солнышко, и вчера было тепло. А, откуда он? И, конечно же, смотрите, сколько рыбаков. Наслаждается последними днями тут, так сказать, на льду. Сегодня я буду доверять Муви, надеяться, что он хороший мальчик, ничего не жрёт и не бегает рядом. Посмотрите, как он выбирает себе жертву и сторону, в которую он хочет удрать от меня. Просто стоит и выбирает. Идут? Вырывала мою кость, и он первый раз в жизни меня укусил за это. Ну, легонечко я и не специально, без агрессии, но... Даже почти не больно, но выглядит, конечно, ужасно, и мне даже нечем вытереть. Подорожник-то где? И прошёл час десять минут, я вернулась на исходную точку. Буду сейчас... Так. Собака! Муви! А, здесь. И я хотела сказать, что Муви уже подустал через час, и так спокойно бегает рядом. Ну, ладно, немножко ещё отбегает, конечно, но в основном тусуется рядом, а не так далеко, как иногда бывает. Солнышко ушло, но рыбаки всё ещё здесь. И здесь. Вот бегу я, а сзади меня рядышком мой. Позади два часа три-шесть минут. Я уже, так сказать, на финишной прямой своих трёх часов. И уже были тридцать минут, в которые я бежала быстрее, чем всю дистанцию. Всё время, точнее. Оставляла Муви на где-то минут семь в машине, но потом решила вернуться за ним. Он просто уже сдаёт позиции. Беды, наверное, есть хочет. Но я тоже, если что, хочу. И только что бежала, и оформила себе заказ. И еду домой, потому что... Представляю, как потом будет ещё больше хотеться. Ну, и где-то позади меня всё время плетётся. Когда я отпускала его с поводка, он просто бежал ровненько за мной. Удивительно. Пешик сейчас разносит песок по салону. Ну, и давай куда-нибудь туда. Вот так это выглядит. Я немножко убралась влажными салфетками и рукой. Спасибо тебе, Муви. Знаете, чего я хочу? Вот как выглядит моя мечта на данный момент? Она выглядит вот так. Собачье кресло для машины. Хочу запомнить этот исторический момент. Я пёсик. Три часа бега. Двадцать семь и девять километров. Почти тысяча шестьсот калорий. В общем, это была самая длинная моя пробежка в жизни. Я сейчас поставила свой личный рекорд. И по длине, и по времени. Честно говоря, я даже не могу сказать, что я устала. Ну, понятно, что через час я это почувствую. Там, полчаса. Но я, в принципе, полна сил. И я думаю, что я даже сегодня могла бы пробежать спокойно в марафон. И самое удивительное, у меня не болело ничего. Ни колени. Ну, даже сейчас. Даже когда я остановилась. У меня обычно, когда я останавливаюсь, они начинают болеть. Так, ну, чувствуются. Чувствуются колени. Сейчас я ничего не чувствую в них. У меня не болит, не болел ни разу ни бок, ни голова. Ну, вот где-то там на последних тридцать минутах немножко плечо начало болеть. Вот эта часть, но она периодически болит, потому что напрягается во время бега. Я не могу её расслабить до конца. Вот. В общем, чувствую себя прекрасно, сильной. Словила такой беговой оргазм, когда в какой-то момент просто музыка сливается с ветром, с воздухом, с движением. И реально у меня в такие моменты всегда слёзы на глазах от счастья. Я просто бегу такая... Вот. Не иначе. Эйфория. У меня случился идеальный тайминг с курьером. Он подъехал в подъезд ровно, когда я подъехала на машину к нему. Поэтому еда уже у меня. Ура! У нас сперва придётся помыть этого грязнулю и покормить. Которого я вчера зачем-то мыла с шампунем. Он выглядел самым чистым псом на свете. Но я забыла, что сегодня мы на Минском море будем бегать долго. Мой на обеденная награда готова. Смотрите, как он быстро начнёт есть. Эй! Можно? Забыла сказать, что во время пробежки я где-то 6-7 детских пюрышек съела. И также одну штучку спортивное питание. Но мне снова было очень плохо от неё. В общем, я таким больше не буду помышлять. Детское пюре меня, в принципе, устраивает. Также я бегала с водой. Где-то, наверное, 700 мл за всё время выпила. И сейчас где-то ещё, мне кажется, литр сверху. В последнее время я подсела на батат фри. Это очень вкусно. И вот мой огромный гигантский бургер. Немножко помятый из-за доставки. Который восполнит мою энергию. Зелёный чай. И буду пробовать этот сурок. Я же не могу передать свои эмоции. Как мне сейчас вкусно. Хотя он холодный. Кстати, холодный тоже вкусный. Уважаю бургеры в Бургерлапе. Это какое-то произведение искусства. Особенно с треской. Четыре сыра. Классические всякие. Сезонные всякие. Очень классные. Констатирую важный факт. Муви не наигрался. Он скулит, потому что хочет, чтобы я ему кидала этого динозаврика. Вот, представляете? Не спать он пошёл, как я надеялась. А играть хочет. Отлично. Отлично. Мои три часа. Три часа. Очень сладко. Прям очень. Так, встретились снова с Катей. Снова поснимать. Она говорит, я забыла, как снимать. Я говорю, я забыла, как позировать. Да, да, да. Вот и поговорили. Как твои дела? Всё отлично. Тикток ведёшь? А, нет, забросила. Я тоже. Катя уговорила меня зарегистрироваться в Тиктоке. Я начну там свой путь сейчас. Дату в наш день рождения. В общем, если я когда-нибудь взлечу именно из-за него, то это всё будет из-за Кати. Наша пустая локация на сегодня. Здесь, правда, нельзя снимать, потому что это дом чего-то там, правительство. Как в этого здания очень странные звуки. Блокируют передачи сообщений. Минск такой тесный. Мы встретили моих двух подписчиц. И Катя, да, оказывается, с ней знакома. Девочки, покажитесь. Такие прекрасные. Весна, красота. Да, да. Скажите мне ваши стрелки. Я просто очень хочу подводку цветную купить. А это кардашик Твивенцев. Угу, угу. Такая вот печальная эстетика макаронс на земле. Ещё 8 минут, а макарохи... А-а-а-а-а.